В конференц-зале областного объединения профсоюзов прошла встреча молодых учителей с представителями образования города и районов. А все это для того, чтобы выяснить, какие проблемы и сложности могли появиться у молодых специалистов спустя два месяца после начала работы. Общение прошло в формате открытый микрофон, где каждый участник мог высказаться о своих впечатлениях и проблемах всем присутствующим. В этом году пришло наибольшее за последние пять лет количество молодых специалистов. Их количество достигает более двухсот. Не секрет для всех, что перед ними стоит вопрос со временем остаться в системе образования или же найти другие точки преломления своих талантов, способностей, профессионализма. Ну, я имею в виду другие сферы производства, не образования. Связано это, конечно, с невысоким уровнем заработной платы, который, конечно же, наверное, некоторых не будет устраивать. Поэтому мы и проводим в том числе для этого этот открытый микрофон. Это диалоговую площадку с молодыми специалистами для того, чтобы рассказать о плюсах и минусах, в том числе о минусах, зачем нам что-то скрывать, о педагогической деятельности. Но я считаю все-таки, что минусов гораздо меньше, чем плюсов. И уже поступив в бывшее учебное заведение педагогической направленности, они сделали свой выбор. Для нас задача помочь им укрепиться в мыслях и закрепить этот выбор в них, для них. Сделать так, чтобы они навсегда остались в педагогической профессии. У молодых педагогов была возможность задать вопросы, которые их интересуют. И не случайно мы выбрали время проведения нашего открытого микрофона. Каникулы, каникулярный период именно осенний. Два месяца уже молодые люди поработали, у них возникли какие-то вопросы, они, возможно, столкнулись с какими-то трудностями. И вот они могли эти вопросы задать. Во время открытого микрофона молодые учителя делились своим первым опытом работы. И рассказывали, нравится ли им выбранная профессия. Когда подняли вопросы о зарплате, каких-либо нареканий со стороны молодых специалистов не прозвучало. Да и в целом о своей работе никто из них ничего плохого не сказал. Администрация школы относится хорошо. Все помогают адаптироваться, а работа учителям нравится. Выбор профессии сделали осознанно и не пожалели. На сегодняшний день, когда молодые специалисты приходят на свои первые рабочие места, конечно же, у каждого молодого специалиста есть страх, наверное. Это какой коллектив все-таки будет в данной организации, в данной школе. Конечно, молодой специалист боится, чтобы в коллективе сложились хорошие, теплые отношения. В моей 37-й школе, где я прохожу сейчас отработку, коллектив прекрасный. Конечно, еще второй страх был, это, конечно, дети. Какие будут все-таки дети, потому что на сегодняшний день у нас поколение меняется. Но хочу сказать, что у меня пятые классы, и пятые классы очень хорошие. Дети отличные, ведут себя на уроках тоже отлично, поэтому с дисциплиной, к отношению ко мне вообще претензий нет. Ну и третий, наверное, вопрос – это заработная плата на сегодня, это тоже очень важно. Прописия педагога сложная, местами нервная, ответственная, поэтому заработная плата специалистов – это очень укройный вопрос сейчас. Что скрывать? На одном энтузиазме молодым педагогам работать достаточно сложно. Учитель, который только вчера пришел в школу, зачастую сталкивается с нехваткой знаний по предмету, методике, психологии. У него нет навыков общения с учениками. Словом, всего того, что принято называть профессионализмом. Поэтому драгоценные советы в ходе открытого микрофона своим начинающим учителям давали опытные коллеги. И это подчеркивает тот факт, что в учительской среде действительно существует преемственность поколений и не только на словах, но и на деле. А потому такого рода мероприятия, как открытый микрофон, проводятся уже восьмой раз. И подобную практику в будущем планируют продолжать.